Пооружившись охотничьим ружьем, пошел королевич к Привеликой горе, и там увидел Привеликий дом. Охотничье ружье – обычная палка, голову чудища – маски, которые остались с прошлых спектаклей. В дело идет все, что попалось под руку. В молодежном театре работает творческая лаборатория «Жили-были». Она состоится при поддержке гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры. Молодые режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска меньше чем за неделю создадут эскизы спектаклей по повестям петровских времен. Сейчас на сцене идет репетиция эскиза Игоря Лебедева. Из предложенных театром повестей он выбрал повесть о немецком королевиче Архелабане. Мне показалось, что там есть очень важная тема, касающаяся сегодняшнего дня. И тема очень недетская, несмотря на то, что лаборатория у нас называется «Лаборатория детской русской сказки». Тема совсем не детская, а просто о человеческой жестокости, чего очень много в этих повестях. В это же время на других площадках тоже репетируют. Прямо в вестибюле театра над эскизом работает Дарья Камошина, молодой режиссер из Санкт-Петербурга. Она выбрала сказ о немецком королевиче. Здесь есть прекрасная принцесса, матрос, который ее спасает, пираты, приключения, все, что может заинтересовать детей. Сценарий, конечно, был написан заранее. Пришлось переработать язык оригинального текста. Он тяжелый и непонятный для современного читателя. То есть я сделала базу, набросала структуру, разобралась с текстом, пришлось перерабатывать его, инсценировку писать. Несколько вариантов было. И сейчас мы по-хорошему хулиганим. Я бы назвала это не репетицией, а такое хулиганство. В другом зале Ярослав Коклюнов работает над сказом об Александре, российском дворянине. У всех на слуху, естественно, колобок, лисичка со скалочкой, там, я не знаю, волк и семеро козлят. А повести вот эти, это такой очень редчайший, скажем так, материал. Вот поэтому мы решили, что почему бы не попробовать с ним поработать. Посмотреть эскизы можно будет уже завтра. Для этого необходимо зарегистрироваться на показ на сайте театра. Эскиз, который завоюет любовь зрителей, актеров и сотрудников театра, станет полноценным спектаклем и войдет в репертуар театра в следующем сезоне. Алена Николаева, Владислав Ковалев. День с толком.